Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами о 3D эффекте в Adobe Illustrator. Я для этого уже нарисовала шаблон, с которым мы будем работать. Вы можете взять что-то свое, а не обязательно оно должно быть похоже на мое. И посмотрим с вами, как это все настраивается, как это делается. Действительно, эффект получается достаточно яркий и интересный. Сейчас я первое, что сделаю, это раскрашу то, что у меня есть. Раскрашу именно цвета основы. После этого мы уже сделаем 3D эффект на том, что у меня получилось. Здесь у меня есть дырочки. Можно их покрасить, можно сделать дырками. В общем, как кому больше нравится. Так, и давайте вот так. Вот, такая у меня получилась девчачья гамма Fashion Lovers. Уберем тоже цвет контура. Теперь, что мы с этим сделаем? Мы это все выбираем. Хотя я рекомендую на вашем компьютере попробовать только на одном элементе. Потому что, если у компьютера не хватает мощности, не хватает силы процессора и видеокарты, он вам может сразу все не посчитать. Поэтому возьмите один элемент изображения и на нем попробуйте. Либо просто нарисуйте какой-то кружочек, квадратик и на нем опробуйте, будет у вас работать или нет. А к дну нам нужен эффект. Нам нужен эффект. Соответственно, 3D и материалы. И раздувание. Вот такой эффект. Вот так он выглядит. Смотрите, что получилось с моей буковкой. Как она красиво и интересно себя ведет. И здесь сразу есть несколько настройщик, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, здесь есть объект, который мы сейчас непосредственно смотрим. Здесь есть материалы. Можно выбрать разные. И здесь есть освещение. Именно освещение позволяет добавить еще и тень к объекту. Давайте покажу. Смотрите, тени. И вот вы, когда включаете, вы можете сразу выбрать за объектом, ниже объекта. То есть, где будет находиться, как это будет смотреться. Расстояние от объекта. Вот смотрите, оно все двигается. Желательно настроить приблизительно одинаковые настройки для всех частей изображения. Тогда будет смотреться все более цельно. То, что касается материалов. Я рекомендую выбирать базовый материал. И вот здесь за счет металла, то, что сейчас очень модно в Инстаграме, как раз оно и настраивается. Вот здесь можно добавить именно блики. Как будто это такой шарик металлизированный. Это все вот здесь добавляется. После того, как вы это все настроили, вот у вас получилась такая буковка очень объемная. Давайте другие буковки тоже сделаем. И сейчас заодно я посмотрю, насколько хорошо мой компьютер справится с этой задачкой сразу на все буковки. Вот смотрите, здесь на все буковки он справился. И я думаю, что в моем случае было не совсем корректно не вырезать дырки. Поэтому я сейчас сделаю шаг назад. Возьму окно. Обработка контуров. Я люблю больше этот инструмент. Вы можете воспользоваться тем, что вы считаете нужным. Так, окно. Обработка контуров. Куда она открылась? Почему я ее не вижу? Так. Еще раз. Закрыли. Открыли. Ага, вот она у меня в краешек открылась. Я ее поэтому не увидела. Так, вот это все мы с вами разгруппировываем. Обязательно нужно вот эту дырку оттуда вытащить отдельно. Здесь делаем то же самое. Выбираем. Что у меня получилось. Сейчас покажу, почему это так важно. Получилась буква А с дыркой от бублика. Потому что до этого у меня это было просто вот такой кружочек, на котором белый круг, который изображал, как будто дырка есть. Это вот принципиально важно, что дырка в самом объекте. То, что она у меня сделана. Так. Разбираем. Разгруппировываем. И еще раз разбираем. Правой кнопочкой мыши. Разгруппировываем. Вот. Все. Собрали. Теперь выбираю. Все-таки я буду не сразу все-все-все в прямом объекте выбирать. Я выберу только то, что у меня касается этих буквок. Раздувание. Смотрим. Вот смотрите, насколько лучше стали дырочки. Относительно того, что было. Опять вспоминаем, что у нас с вами здесь есть тени. Мы их настраиваем. Смотрим, какая настроечка. И в материалах выбираем базовый материал. Если мы будем дергать металл, то вот как раз и получится такой вот яркий, интересный эффект. Можно посмотреть, насколько ярко вы хотите. Именно вот эффект такой целлофановости вам интересен. Именно блеск. То это, конечно, все здесь настраивается. Вот таким образом. Так. Давайте нижние бугубки отдельно мы сделаем. Опять объект. Раздувание. Видите, я опять в верхнее меню не иду. Мне не имеет смысла этого делать, потому что у меня здесь все открыто. Вот. И я могу это все здесь поделать. Вот опять у меня тени. Могу их подергать. И возвращаемся к материалам. Насколько плавно и насколько металлически. Все это определяем. Смотрите, как поменялся цвет. И если вы захотите, то можно потом, например, сделать цвет более нежный. Тогда будет еще ярче смотреться. И два сердечка. Давайте мы тоже сделаем. Смотрите сразу. Оп. Получается достаточно ярко. Вот здесь он капризничает. Не хочет два сразу делать. Так. Видите, тени становятся неактивными, когда два выбираю. И такое вот бывает. То есть надо обязательно эти моменты продумывать, просматривать. Вот так, тени. Материалы. Вот. Тоже смотрим. Ну, если мы все делаем в едином стиле, то имеет смысл здесь, конечно, тоже это все поправить. Вот эта вот бликовая часть. И по объекту тоже. Смотрите, здесь есть глубина, насколько мы хотим это настроить. Насколько должно быть скручивание. Если оно должно быть. Соответственно, наш объект выкручивается. И так далее. Вот объем тоже можно сделать более плоский, можно сделать более объемный, в зависимости от того, какая у вас цель. И давайте следующее я тоже сделаю. В освещении добавляем тени. И по материалу добавляем тот самый модный блик. Вот такая у нас получилась прекрасная история. Теперь можно ее разместить, например, на футболку. Или просто куда-то поставить. Получилась такая вот яркая объемная штучка. Сейчас мы разместим на передний план. Потому что здесь было перекрытие тенью. Это не очень красиво смотрится. И, естественно, если вы хотите какой-то цвет поярче, то можете откорректировать. Для того, чтобы у вас был оттенок нужный. Ну, и здесь оттенки тоже можно поиграть. Такой вот интересный инструмент. То, что сейчас очень модно, очень интересно. Настраивается он достаточно просто. Но при этом смотрится зрелищно. И я думаю, что, например, в сфере того, что выходит фильм по поводу Барби, да, можно это использовать. И на всяких девчачьих интересных тетрадках, пеналах, футболках вполне. Ну, вот если мы говорим про такой розовый эффект, вполне может быть. А можно что-то и мальчишеское сделать просто с другой тематикой, не с сердечками и так далее. И это можно все поправить. Соответственно, используйте, применяйте. Думаю, что вам будет интересно. Пишите в комментариях, чтобы вам было интересно еще посмотреть. И не забывайте подписать на мой канал. Потому что я показываю всякое разное интересное и полезное, что касается вообще программ и моды. Поэтому подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.